МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В то, что Арсенал сможет отнять очки у ЦСКА, перед началом матча, конечно, верилось. Во-первых, сами тулики впечатлили своей игрой в прошлом туре. Во-вторых, у ЦСКА в начале чемпионата дела, мягко говоря, не клеятся. С другой стороны, потеря очков уже в четвертом матче для москвичей была бы непростительной роскошью, даже с учетом таких серьезных изменений в составе. Первые минуты игры показали, совладать с армейцами будет крайне непросто. За три минуты команда Виктора Гончаренко соорудила три опасных момента, в каждом из которых теоретически можно, а где-то было и нужно забивать. Но счет открыт был немногим позже. Эрнандес выдал хороший пас на край штрафной ножа Малединова, удар которого парировал Левашов. Сам же Эрнандес первым оказался на добивании. Защита проспала дважды. Не вижу здесь никакой вины Левашова. То есть в этой ситуации с небольшого расстояния, с сильным ударом, в первую очередь, должен был просто парировать. И думать в этой ситуации о том, в сторону, перед собой, это, во-первых, очень неблагодарное занятие. И, во-вторых, нет никакой гарантии, что твои собственные защитники где-то в стороне не упустят тоже нападающего соперника. То, что первым на мяче опять оказался игрок противника, мне кажется, не совсем нормальным. И здесь больше вина все-таки обороны. Еще через пять минут ССК обязан был наказывать Арсенал за чудовищную ошибку в защите. Беляев решил обыграть Фернандеса прямо перед штрафной площадью. Перехват. Но уругвает с момента запорол. Что-то опасного у ворота Кенфиеву вспомнить сложно, разве что не точно удар головой Джорджевича в середине первой половины игры. Сложности у Арсенала в атаке начинались еще с опорной зоны. Кастадинов провел слабый матч, он терялся. И у меня такое ощущение, что он еще не встроен совершенно в игру команды, и партнеры его не видят. И он партнеров не понимает, в каком случае они отдадут ему передачу, когда они не отдадут ему мяч. Поэтому наши проблемы в атаке связаны с выходом из обороны. То есть мне кажется, что мяч очень плохо доставлялся вперед. И чтобы получить его, наши игроки Флангов и Джорджевич вынуждены были опускаться практически до центра поля. И там его получать, тащить сами вперед. Ближе к перерыву армийцы снова активизировались. Был шанс у Магнусона, а также шикарный удар Чалова, который в красивом прыжке парировал Левашов. После перерыва армийцы продолжили наседать на ворот Арсенала. Снова бил Чалов после совершенно непонятного выноса головой от Григалавы. Защитник стал главным действующим лицом матча на 66-й минуте. ЦСКА отобрал мяч у Бакаева, вероятно, с нарушением правил, и начал разгонять контратаку, которую Григалава прервал рукой. Или, вернее, рука стала одной из частей тела, которая участвовала в эпизоде. Судь я не колебался. Красная карточка. В первую очередь я видел, что был фол у нас на Зелимхань Бакаве. Для меня было неожиданно, что не свистнули фол нам. Потом с моей стороны явно казалось, что Гия играл корпусом. Я очень удивился, когда прямую красную нам показали. Поэтому надо разбираться, что в этом моменте, почему так поступают. Обычный фол был, чистой воды фол. Я просто, я не знаю, у меня нет просто слов, как так можно судить. Потом дает красную. Подходит, спрашивает, что было, а он говорит, что ничего не было. Он мяч играл. Это просто смешно, мне просто нечего сказать. Я до сих пор не понимаю, как так можно судить. Просто, просто, ну, не знаю, как, убили, вот так могу сказать. Просто у меня нет слов. Большое неуважение к главному сыгре и к себе приговору. Хочу сказать, что если бы не было удаления, мы это играли намного лучше. Если мы даже соберем десяток экспертов, то пять скажут, что да, пять скажут, что нет. Из этих десяти еще трое скажут, что, ну, может быть, там просто желтый. Если посмотреть по стоп-кадрам, то у меня вообще вкладывается впечатление, что в итоге мяч попал куда-то под мышку, то есть в процессе убирания руки. Это как бы вот если смотреть с одной стороны. С другой стороны нельзя не признать, что это, безусловно, лишение явной возможности забить гол. И какая-то часть мяча в любом случае руки касалась. Наверное, бы остановился на том, что нарушение там было и предъявил бы желтую карточку. И, скажем так, у меня было бы гораздо меньше претензий к арбитру, если бы он не в этом эпизоде, а через пять минут Мохаммеду вместо желтого дал красного. Тогда бы я вообще слова не сказал. По судям прошелся даже Гурам Аджоев. Президент Арсенала заявил, что судейство предопределило исход матча. Спорно. Даже исходя из того, что Арсенал до удаления проигрывал и был слабее ЦСКА. Удаление повлияло на дальнейшее развитие событий. Сто процентов. На исход матча, повторюсь, крайне спорно. Арбитр имел повод удалить игрока, но я думаю, что больше всего расстроило Аджоева и Коннова общий контекст судейства Безбородова. Им показалось, что в каждом эпизоде арбитр принимал сторону ЦСКА. И действительно, в большинстве эпизодов он был на стороне армейцев, я думаю. Но насколько это предвзятое, непредвзятое судейство, судья так видит, тут я не готов говорить, не готов быть столь безапелляционным. А уж то, что наши руководители посчитали, что в этом эпизоде нельзя было удалять, но я думаю, что это то же самое, что Безбородов однозначно решил, что надо было удалять, наши однозначно решили, что не надо было удалять, а правда она где-то посередине. Конечно, первые 10 минут было серьезное давление, но также дело в судья, который не ставил на нас фалы, и это нам мешало играть. Я не хочу комментировать красную карточку. Десятером Арсенал пропустил дважды, при том, что уже после удаления было Туляков реальный шанс сравнять счет, но Ткачеву чуть не хватило точности. Второй гол армейцев получился просто шикарным, но не сказать об ошибках обороны тоже нельзя. Кадири сначала отдал пас точно на соперника, затем потерял позицию и не успел помешать атаке ЦСКА. Ирнандес вырезал пас на свободного Бистровича, ключевое слово свободного, который пробил в одно касание, от штанги мяч взлетел в ворота. Кадири тоже не попал в игру совершенно, но видно, что он не ожидал того, что его выпустят в этой игре. Видимо, он еще не готов к тому, чтобы играть, и я думаю, что скорее напрашивался выход Денисова в этой ситуации. Ну, Олег Коннов посчитал, что Кадири поможет своей скоростью, возможно, чем-то, но именно в этом втором голе, конечно, ошибка Кадири очевидна. Еще через пару минут Чалов все-таки исполнил то, что пытался сделать весь матч. Федору удался шикарный обводящий удар. 3-0. Окончательный счет в матче, хотя была еще попытка отлетать один гол у Ткачева. Пинать судью после встречи проще всего, но изменить уже что-то не получится. Сложно говорить, как бы сложился матч, если бы не удаление Григолавы. Но давайте поставим вопрос иначе. Были ли предпосылки, что Арсенал с минуты на минуту перевернет игру? Очень слабые, пусть и действительно началась какая-то активность. А наиграл ли Арсенал в условные 66 минут хотя бы на ничью? Да нет, уж если оставить все болельческое. Нам надо брать очки с командами нашего, скажем так, круга нашего уровня, нашей песочницы. И вот в играх именно с ними будет определяться итоговый результат сезона. А ЦСКА, Зенита и Спартаке, наверное, пока надо работать над этим и отложить на потом, сражаться с ними дома. А в гостях все-таки очень тяжело пока Арсенал выбрать с командами, которые однозначно выше его класса. С четырьмя очками Арсенал во второй части турнирной таблицы. Но сами понимаете, после четырех туров все еще рядом. Важно сейчас выдать хороший в плане заработанных очков отрезок с ближайшими соперниками. Календарь позволяет забраться повыше уже в ближайшие два тура. Забыть ЦСКА и начать готовиться к мощному и везучему Ростову Валерия Карпина. Встреча обещает быть яркой. На меня на сегодня все. Всем удачи. До следующей передачи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok